Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала. Меня зовут Влад. Ну что, продолжаем играть в Stalker Чистое Небо. Третья серия. Выползли мы на кордон. Выползли неудачно. Прямо на блокпост Ваяк. Сейчас будем пытаться как-то решить данную ситуацию. Решить эту проблему. В путь. Фух. Собственно говоря, вот на кордон. Нас позвал к себе уже Сидорович на огонек. Как бы теперь к нему попасть? Я помню это место. Неудачное. Потом сразу шмаляется пулемет, а поэтому... Поэтому просто бежим. Фуфан. Вот так вот лево через коробочки. Прямо быстро, без раздумий. Иначе вас расстреляют нафиг с того РПК вонючего. И всё. И склеит тут ласты прямо возле этого кордона. Фу, блин, как мы неудачно-то вышли. Ух, всё. Какой везучий. Чисто профессионализм. Да, конечно. Нам к тебе самому надо так. Вот старая добрая деревушка. Не видели мы её давненько. Ну вот каким она была местом за три года до того, что было... Привет, брат. День Чернобыля. Привет, брат. Неплохая, кстати говоря. Эй, наёмник. Какими судьбами ты тут? О, волк. Блин, так про ту ту маску я не надели. Я хотел посреди, может, у него внука как тот волк или тот, то есть лицо. Рассказывай, давай. Ну ладно. Так, ладно, сейчас тебе, братишка, я загляну, только сначала к Сидоровичу. Сначала к Сидоровичу. Говорится, волк здесь довольно-таки долго командовал. Всеми любимый бункер. Здорово. Вот, ну блин, слушайте, я три года назад он был гораздо лучше, чем то, что было в Киеве Чернобыля. И Сидорович какой-то непонятный чувак, что бы сделали? Вроде три года разницы, а ты помолодел, или так на пятнадцать. Привет, наёмник. Ну ладно. Рассказывай, каким ветром тебя сюда занесло. Да вот нужен мне один сталкер, который тут интересовался непонятными детальками. Да у меня за день столько сталкеров бывает, всех и не упомнишь. С какой радостью мне голову ради тебя напрягать. А, ну понятно, конечно, запрос в такси, друзья, никогда не будут работать. Это ясно. О, деловой разговор пошёл. Это другое дело. Слушай сюда. Я тут не первый день торчу. Много с кем дела веду. Заказы выполняю разные. Слово моего верят. Проблема у меня возникла с последним заказом. Заказчик серьёзный. Ахабары того серьёзнее. До времени всё шло путём. Сталкеры, что надо, в зоне нашли. А вояки должны были проходить через корону спичь. Боже, ты с вояками договор заключил, как так-то? Только вышла у них размолка. Да такая, что весь кордон на ушах стоит. Теперь расклад такой. Сталкеры с военными на ножах. А где мой хабар? А они когда-то дружили? Меня это никак не стоит. Воу, это то я не знал. Заказ выполнять нужно. Ну да, слово надержать. Ты мне помогаешь кейс с хабаров вернуть. А я рассказываю про твоего сталкера в деталях. Идёт? Ну у нас нет выбора, конечно, идёт. Хотя, блин, своя коментрация. Блин, сталкеры военные когда-то были вместе. У них было общее дело, они выполняли какие-то задания за это получать деньги. Сталкеры и военные были вместе, ребята. Ё-моё. Дуэк сталкера, эти робингуды за насыпью что-то вроде базы организовали и держат под замком Халецкого. Это так зовут командиры местных вояк. Разбирайся со сталкерами как хочешь. Разрешаю всё. Но чтобы кейс хабаров был у меня, попробуй для начала пообщаться с валерьяном. Он у них главный. Я им скажу, что ты от меня подойдёшь. Договорились. Я хотел патрончиков купить, ёлки. Во, вот эти, именно эти патрончики. Фига себе. У тебя уже чейзер продаётся? Неплохо, неплохо обустроился. Ладно. Так, Халецкого захватили. Слушайте, быстро сталкеры сработали, а? Сразу главного из вояк захватили, и всё, проблем нету. Супер. Так, это у нас проводничок. Давайте поговорим с волком. Может, что-то ему нужно? Задание от Сидоровича. У меня нужно к сталкерам базу мотнуться. Спасибо. И для меня ровнёнка. Так, помочь одному из сталкеров-новичков. И тут, в принципе, по-моему, недалеко. Да? Через дорогу. Окей. Надо отдать дань старой деревушке, которая нам открыла путь в зону в первой части сталкер-тень Чернобыля. Так что поможем. Поможем. Спасти этого простачка, который сам полез. Думаю о том, что он круче всех и справится с собаками. Конечно. Где они, где они? Все, что ли? Ты этого боялся? Хотя ты с ПММ, конечно. Ну что, подождём ещё, до гарантии. Слушайте, какая прекрасная атмосфера, да? Я прям ощущаю, как будет этот ветерок, колышки деревья. Костры горят, там все сталкеры сейчас отдыхают. Слышите? Потрясающая атмосфера этой игры. Даже здесь она на высшем уровне. Не понимаю, почему многим не нравится сталкер «Чистое небо». Ну да, есть, конечно, тут баги. Но. Нужно осознавать то, что, например, сравнить сталкер с другими какими-то американскими брендами практически невозможно. Потому что в GSC Game World работает, ну, максимум 50 человек. Это от силы вот предел. В EA Games работает 300. Вы представьте, офис из 300 программистов. Вы чувствуете разницу между 50 работниками и 300? Конечно, они все баги, все исправят. Как нифиг делать и выбросить игру. Железные забудут. В нужные сроки. Поэтому. Обращать внимание на какие-то баги, ну. Надо понимать то, что. Люди там работают не железные. Стараются по максимуму. Ну, чё ты стал-то? Ну, привет. Здорово. Всё, выполнили. Соборди сталкера, получить награду. Так, ну. Всё, я помог тебе. Да. Ты доволен, я твоего брата довёл. 700 рублей. Всё, больше работы нету, да? Ну всё, тогда мы... По своим задачам уже поползли. А, есть тут небольшие аномалии с артефактами. Ну, чё-то мне как-то... Не тянет на этой локации куда-то лезть. Тут... На кордоне неплохая такая развязка в плане сюжета происходит. Поэтому я пойду чисто по сюжетику тут поиграю. Надеюсь, вы будете не против. Какой-то... Ага, да, тут же реконструкция аномалий. Из-за выбросов немножко аномалии с тем, что было... В Тень Чернобыля поменяли своё местонахождение. Ну, теперь этот мост не самое... Благоприятное место. Опа, ого, ого! Э, ещё чё геггера-то, ёлки-палки, алё. Ого! Кто здесь? Нифига себе! Тут нам садили. Блин, какая же отдачь! Вот в этой гадюке... В этой игре гадюку поставили на своё место. Как помните, когда мы проходили Тень Чернобыля, я говорил о том, что... Гадюка просто потрясающее оружие. Здесь его... На уровне сленга онлайн-игр. Вот так... Фух. Понерфили. Теперь у него отдача просто бешеная. Пушку кидает куда-то вверх. Фига себе, это военные. Не знаю, что они... Ну, теперь у них же война со сталкерами. Вот они пошли в атаку. А вот ни хрен лезть, куда не приглашай. Да вы без меня не справились. У вас там... Двухстволки, пистолеты. У этих ребят, блин, тут... Все опытные, все... С АК-74-2У... Монификация, укороченный калашников. Если б не я, они вас размолотили. Кстати говоря, даже парочку убили они. Всё, всех. Вроде всех. Ага, с двухстволками. Герои, блин. Советского Союза. Ладно. Старый добрый элеватор. Давайте посмотрим ради интереса. Аномалия тут есть ещё старенькая? Мне просто очень интересно. Не видно. Нету ничего, вы прикиньте. То есть она уже появилась после реконструкции аномалии. То есть после очередного большого выброса здесь появилась аномалия. Так, а вот она та самая красотища. Вот она. Вот она, вот она, вот она. Давайте... Давайте залезим повыше. Я хочу на неё посмотреть. Тут чё, всё закрыто. Должен быть вход, я помню. Не с этой стороны, значит. Значит, не с этой стороны. С другой. Собственно говоря, что я хочу посмотреть. Наверное, вы уже заметили. Вот эту субстанцию летающую. Шарик непонятный. Чё, так вот мы устали. Сейчас только калашей дыскать, конечно. Нычка-то где? Нычка, наверное, скорее всего наверху. Ну ладно. Вход где? Что, весь забор стоит? Мы не могли его пилить, что ли? Нафиг он тут нужен. Вот он, вход. Вот он, вход. Блин, а нычка-то нету. Где нычка? Я так оболчал прочитать, где нычка. Ну ладно. Фига-ни тут, глянь, тут точки обороны захватили. Так как же потом военные напали, что отбили эту точку? Непонятно. Такая вот прикольная вещь. Просто хотел сделать один эксперимент. Не понял. Не забросил, что ли? А ну. Да какой противник? Свои все, блин. Чё-то она пока не пашет. Не заработала она пока ещё. В принципе, суть этой аномалии в том, что она перебрасывает куда-то что-то. Непонятно куда и непонятно что. Просто хотелось испытать. Может, она на болты кто-то реагирует. Но чё-то на болты она не хочет реагировать. Где перекрестие балок мостовых ферм? Там он поклал свой хабар в сундучок. И сдолбался же, пока туда лез. Зато никто не найдёт. Чувак, ну ты бросил мне просто вызов. Перекрестие балок. Перекрестие балок? И не лень тебе было сюда лезть? Я вот просто не понимаю. Йо-моё! Ого! Нормальный пистолет, нормальный. Блин, ну лезть сюда! Чтобы положить один пистолет! Наверное, чувак был просто в очень бедном состоянии. Раз... Ладно. Поползли дальше. Я чё-то дальше ползти-то, мы дошли уже до основной базы. Надо, кстати, посмотреть, какой-то скалашников себе оставить. Чё мы ходим с какой-то гадюкой. Состояние поломанное, поломанное. О, ещё хуже. Вот нам база, база сталкеров-одиночек. Свободных сталкеров. Неплохо обустройствует, видите. Сделали что-то, что-то типа ворот из подручных средств. Чтоб враг не сразу ломился. Я вижу здесь патрульных на крыше. В принципе, ну если тут сейчас поднять шушеру, нас завалят за милое дело просто. Да уж заждали из тебя. Да? А, ну хорошо, меня ждут. Слушайте. Довольно аппетитно выглядит. Если вообще вся радиация ушла от этого куска мяса. Я бы, наверное, сам скушал его. Нам сюда. Нам сюда. Слушайте, все эти ангары ещё в пригодном состоянии. Отремонтированы. Всё. Потому что в Тенчерномо здесь уже ничего не было. Всё было поломано. Как за три года изменилась зона, а? Покесик пустой. Ладно, я не буду спрашивать, куда здесь электричество. Вроде как какие-то провода есть, так что всё. Ладно. Здорово, наёмник. Нечасто вас на кордоне встретишь. От Сидоровича. От Сидоровича говоришь? Значит, ты про командира в курсе, да? Расскажу тебе всё по порядку. Работали мы с военными. Они обеспечивали транзит грузов через блокпост и помогали с информацией. Ну, мы им за это платили отступные. Потом выяснилось, что командир с кодина. Даже в Туре можно было подкупить их. Но и бандитам информацию сбрасывал. Ого. Я так и думал, в принципе, что вояки честно работали. На свал. Тут у нас последнее терпение лопнуло. Обалдеть, слушай, захватили некоторых наших, продал в рабство на свалку. Сливал информацию бандюкам. Блин, ну как после этого верить военным, а в этой игре вообще? Да, ну, спороли горячку. Вот теперь никак не придумаем, что делать. Командир сейчас у нас в заложниках. Ну, как гарантия того, что военные не накроют нас с вертолётом. Ну, это да. Только, получается, убить не можем, но и отпустить тоже никак. Да и этот тон хитрое свола чувствует, что нужен нам живой. Ну, на то и на командир. А ведь только он знает, где спрятан нужный Хабар. Если мы этот Хабар Сидоровичу не доставим, Сидорович с нами больше никаких дел вести не будет. Если бы нам удалось сломить вояку и узнать, где спрятан Хабар, это разрешило бы ситуацию. Пойду потолкую с командиром. Может расколется. Сейчас мы его... Как в детективах по НТВ. Накроем. Так, сначала, вот, торговцу есть что-то для меня? О, тысяча денег. Отлично. Если бы не нашёл, чего искал, извиняй. Так, вот, получится состояние. Продадим некоторые эти калаши. Торганём. Окей. Механик. Да, чувак, не густо. Что-то починить требуется. Да. Есть ли какая-то ботёнка? Да, если найду, я там тебе. Извини, если не сильно помог. Как видите, этот костюм... То есть, здесь ещё разные механики, они на разных специализациях действуют. То есть, например, самый лучший ремонтник в игре находится у группировки Долга. Он по броне ремонтирует. Вообще, максимум, всю броню по максимуму. Самый лучший ремонтник в плане снайперский винток у Свободы. Он полностью улучшает снайперки. Такие уникальные костюмы, как сталкеры в чистое небо. Могу чинить только сталкер в чистое небо и улучшать только они его. Так что вот... Остальные группировки я могу только чинить его. Так, починить наш калаш. Давайте. Стол прям такой длинный. Тут ещё пир-пир тут у них закатывают. Ага, вот он. Забавно ведь командира военных за решеткой. Ха-ха. Типичный вяк. Слышите, как развали, да? Какой акцент, а? А ты думаешь, кидать нормальных сталкеров просто так вот отдавать их в рабство, это нормально? Что я готов тебя сейчас за это просто, за такие слова, не знаю, в одиночку же стрелять в эту группировку, которая здесь есть на корадоне, блин. Даже так. И сколько стоят твои услуги? Вот если я тебя попрошу оказать помощь моим ребятам. Ну, например, вынести тех снайперов. Слишком дорого для такой крысы кто-то, это правильно. Вали-вали, да первая аномалия. Фу, блин. Мразь на человек. Аж бесит. Так, нам опять к валерьяну. Ну как, узнал что-нибудь интересное? Конечно, спасут. Им же эта крыса до черта денег должна. Он все операции сам проводил, а денежки втайне и прятал. Хотя... Слушай, родилась у меня одна мысль. О, хорошо. На деле у него есть только двое надежных людей. Служат они вместе на блокпосте, да еще и в доле с ним. Поэтому будут пытаться вытянуть его до упора. Если мы их уберем, командир поймет, что за ним уже вряд ли кто придет. Тогда либо сам расколется, либо мы выбьем из него картина, татейника с хабаром. Деньги мы с тобой поделим. Кейс отнесем Сидоровичу. Что скажешь? Ну я только зам. Мне в принципе даже деньги не нужны, ребят. Мне нужен кейс и все будет хорошо. Есть у меня чувство, что искать их нам не придется. Дружки Халецкого все топчутся по близости. Только что атаковали элеватор. Он небольшой отряд только что засекал на элеватор. Но не хотят сбоку зайти с базы через элеватор, перепласть через эту насыпь и сзади напасть. Потому что тут спереди лезть на эту базу практически бесполезно. Вы видели, какая там защита у них. Так. Ну я думаю на этом мы и завершим. Может с вами прохождение именно в этой серии. Выползли мы на кордон. Благополучно прошли блокпост военных. И сейчас понемножку вкушаем ту ситуацию, которая происходит на кордоне. В следующей серии конечно будем пытаться помочь данным ребятам. Я вижу, что они хорошие. Их не дело правое. И нужно им помочь. Потому что когда так кидают обычных сталкеров, как и сделает этот военный. И сдают их в рабство. Это нехорошо. За это нужно наказывать. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Всем удачи. И пока-пока.